Это частный магазин в контейнере. Приходишь и говоришь, где хозяйка, если она на месте, она тебе открывает в контейнер и заходишь в магазин. Это магазин государственный. Мыло хозяйственное 65 рублей, зубная паста 160. Ну такой, как советский магазин. Много однообразного. Сильмак. Да, Сильмак. Чукорская торговая компания. Мыло 60 рублей. Сильмак. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Вот, это да, специфик социальных значений для товаров. Корочка куриный, килограмм 190 рублей. Но их быстро разбирают. Есть гречка, например, в наличии, а всего остального может уже и не быть. Так что, какие дела. Это опять же, вот видите, весь здесь, это лиственница. Это уже дорога из Анющька-Белидына идет. Вот этот небольшой участок Анющька-Белидына. 250 километров. Мы когда приехали на углевозе, его же надо разгружать. И разгружали на четырех Уралов, которые позвали из Актерии, из Белидына. И мы на этих Уралах уехали. Мы дожили там два дня, провели тоже лекцию для маленьких этих чукотчан. И два дня нам прошло, мы хотим ехать в Белидына, и там как раз эти Уралы собираются ехать. Мы к ним подошли, там какие-то армяне. Армянин смешной такой, старый там, как этот, старый поршень даже говорит. Там Белидына названа в честь биолога Белидына. У него фамилия Белидына. Он говорит, вот, Белидына, это его фамилия Белидына. Он, наверное, уже с Украины был, Белидыно. А город, говорит, называется Белидына. Все назад. Ну все, перепутал, я уже не стал вообще убеждать, что все наоборот. Ну, говорит, украинцы Белидыно. Ну, он живет в России уже там 50 лет, а акцент все равно армянский. Вот это Арсель Сияния, старательный. Все названия ехи такие, Энминвея, Паляваа, Чевея, Мегувея, и такие все чукотские названия. Это вот западная чукотка, такая континентальная. Тут еще лес есть на ветер. То есть не вся чукотка, тундра, тундра прямо. Это уже за Полярием. Вот эта западная чукотка, она такая гористая, и тут есть лес. Есть такая штука, как граница леса, соответственно, где лес заканчивается. Это такой прекраснейший поселок, город Белидына. В Советском Союзе, представьте, жило здесь, например, 18 тысяч человек, а сейчас живет 4 тысячи. Тут основные, это атомная электростанция, инженера, которые там работают, там 200-300 тысяч получают. При этом военные, которые должны охранять эту атомную станцию, от ветерей, наверное. И еще есть военные, которые часть секретная, там в связи такие сидят. И старатели, которые сюда приезжают и арендуют, в квартиру стоит 400 тысяч рублей. Вот это новый район Арктика, это он лет 20 до того построили, в начале и после достраивания. А так дома были серые, тут немножко розового такого добавили, что-то позитивнее было. Вот тоже все на сваях стоят. Вот это вот подвал с коммуникацией. И вот первый этаж поднят, там метра на два с половиной килограмма. Тоже много заброшек. Вот картофель 200 рублей килограмм. Но это еще хорошо, в Альфа 400. Это вот отдельный прилавок с уценкой. То есть товар пропал, конфеты, там сникерского деревянные по тысячу рублей. Ну каменные, там не разбредешь. Вот банка Coca-Cola маленькая, 50 рублей всего. Консерва 70 рублей, просроченная. По московским ценам продается все. Это мы уже, да, был два варианта ехать. От Билибина на Пивек, вот это вот, 850 километров, до Чалунской Губы сюда, на северный рядовит океан. 800 километров. Понятно, что поселки, которые тут были, они уже все разорились. То есть там никакого жилого, никого уже ничего нету практически на дороге. 650 километров, да. Кипервейм – это аэропорт Билибина. Им можно два варианта. Искать машину сразу в Билибина, просто по гаражам ходить. Например, пришел какой-нибудь контейнеровоз в Пивек, надо его разгрузить. Отсюда машины поехали за контейнерами, потом назад ездят за контейнерами. Можно было так говорить. А перед нами тут проехал еще один человек, он нам говорит, так вы просто идите по дороге. Слажайтесь горами, поедет, машина вас заберет. Типа на локальном транспорте, там его это ходит все. И мы эти 600 километров ехали 8 дней. Первый, вот от Билибина рыбаки ездят на километров на 100. Потом 100 километров проезжаешь, и все, локальный трафик заканчивается. Потом мы шли три дня пешком, ни одна машина не проехала. До этого два дня тоже машин не было в эту же сторону. То есть как бы дальше с Билибина они уезжают. То есть вот неделю не было трафика, потом поехали две фуры в связке, которые на четвертый день, о-о-о, машина проехала. Мы их как бы договорились, они нас забрали. Они ехали в артель, типа на купол, но это немножко вот здесь, в центре, канадцем сюда. Тут есть рудник купол, очень знаменитая канадская контора, в 2003 году концессию на его разработку получила и начала его осваивать. И вот они из Билибина везли им какой-то груз. И нас накинули до поворота на Пивек. Еще, кстати, такой момент. С Магадана строят дорогу на Пивек, вот сюда вот, чтобы была грунтовая, типа земельная дорога такая, круглогодичная, или летняя хотя бы для начала. Хотя к 2030 году ее построить, строят ее с двух сторон. И поэтому вот этот участок Билибина до дороги на Пивек, то есть до основной трассы. Наверное, глуховато, там первые 170 км, а потом начинаются всякие мастер-строители ездят, им там топливо подвозят, какие-то там артерии кого-то снабжают, еще что-то. То есть локальный трафик на самом деле есть. Деревей нет, но какая-то работа ведется. И к 2030 году дорога построится. Ну, может, я вот за этом на пару лет, конечно, как всегда. И вот такие пейзажи. Тундра. Это иван-чай повсюду. На Чукотке это основной, это иван-чай. Голубика, морожка, брусника, шикша и иван-чай. Какие-то даже дорожные знаки есть. То есть там трафик, знаете, там 25 дней, машину проехать. Колесо старое нашли, да, колесо старое проехали. Сотки. Еще. Вот просто дорога узкая, тут надо как-то разъезжаться. Если какой-то зимник делается, то появляется вариант, что ты наедешь на край и просто машина завалится. Потому что снег просядет. Ты же оброчно не видишь зиму. Это мне очень приятно. Это спуск с перевала. Пейзажи просто космические там. Очень красивые. Тоже много бродов. Они нас провезли, мы опять пешком пошли пока. Мы ехали в итоге вот эти шестьдесят километров восемь дней на десяти машинах. Прошли где-то километров сто пешком. Тоже очень красиво. Идешь по горам, вокруг горы очень. Туда, правда, росомахи и медведи водятся, но опять же никого нет. А Дима, он до этого вообще медведей ни разу не видел. Он все говорит, о, я бы хотел медведей видеть. А я уже там много раз видел на Ковчатке, еще где-нибудь, и мне уже не надо было. Проезда нет. На крышах, бензовозах ездили, к кузова всякие. Это вот колеса от К-700, от трактера. Это дорожные строители. Им сказали, ваш там перевал что-то развалился немножко, идите его почините. И они едут, такие, о, там, короче, нас заставили, короче, ехать. И мы в кузов прыгаем и так. Это вот К-700, один с нами едет ремонтировать, а другой дежурит на брод. То есть там брод перелезали, дорога, моста нету. И не все же КамАЗики могут переедать. Слава КамАЗиков, этот вот К-700, К-702, он его перевозит. На трос берет и перетаскивает. И он, а там трафика-то нет, он ходит, рыбачится, у него там куча этого вяленого кольца, халюса. Нас сразу всех угостили, икры там надавали. С утра мы встали, раз, и ура, готово. Вот, кстати, вот кусок дороги, просто сильно даже не были, кусок дороги смыло. Они там положились, чтобы сюда приезжать. Некоторые пошли в трубу, вот они объезжают. Это вот, как раз, строитель один ходил, там рассматривал, что там делать надо было. А мы, они нас довезли, и мы пошли пешком дальше, перевал. Еще 25-30 кг прошли пешком. Вот тоже дорогу, это вот, предыдущий кадр, он за поворотом. То есть мы вот прошли, а здесь вот опять дорогу раз, промыли, вот. И они тоже были в курсе об этом. С доброго пути. Это вот старая дорога идет, тут уже новую промельную. Там бывает едешь, и по краям дороги валяются всякие вот, кто не справился с управлением, свалился, и там бочки всякие разваливаются, там поширенные старые прицепы. Красивич, вот, кусок снежника тоже. Это вот уже конец июля примерно. Это тоже интересный такой момент. Вот это вот колеса, это от К-700, от трактора. Их как бы сюда поставить очень сложно. И вся конструкция, она так, я даже не знаю, как они так сделали, что там что-то, что-то может там сломаться очень быстро, мне кажется. Два рыбака с пивека ехали на нас встречу, а один и спички кончился. Он пошел спички прикрасить. Вот, коробок на товар, да. Это вот пример одного из заброшенных поселков, тоже комсомольский, по-моему, это был. Это вот уже примерно 170 км до пивека. А это уже сам пивек. Пивек чем интересен? Самый северный город в Российской Федерации. 69-я параллель, там 69-я минута. Практически уже 70-я параллель. Вот. Никогда не отключают отопление. То есть отключают на две недели в июле. На обрисовке. И потом снова. 5 августа мы приемли, температура плюс 5 примерно была. Может снег спокойно выпустил. И все. Вот тоже вот такой закат и рассвет. Несконечно. Очень красивый. Дома недавно совсем раскрасившись. Вот это вот Чаумская теплоэлектростанция, которая весь город основляет отоплением. Еще есть такой момент, чтобы получать северную пенсию надо иметь прописку там. Поэтому те, кто в Пивеке прописался, они уезжают на большую землю. Получают свою северную пенсию. А квартира у них здесь все равно остается. Они прописаны в Пивеке. Вот. А коммуналка 10 тысяч рублей каждый месяц. И вот они, чтобы хоть как-то коммуналку отбить, они ее сдают просто за коммуналку. То есть все квартиры стоят 10 тысяч в месяц. Чтобы коммуналка отбивалась. А квартир много. То есть мы по подъезду с 5-литровкой прошли с воды попросить. И там 3-4 квартиры только из 5-этажного дома были заселенными. Но остальные, может, на работе, конечно, были. Или в отпусках, но все равно. Вот дом, в котором мы живем. Это, кстати, Пивеке. Вот если кто Куваева читал территорию про Чукорку. Пивеке там назван поселком. Там Магадан-городом. Вообще Чукотский автономный округ. Он входил раньше в Магаданскую область. Образование было. А Магаданская область входила в Хабаровский край. Такая матрешка составная. Потом в 91-м году все развалилось. И, кажется, получилась самостоятельность. И в 90-м очень серьезно по Чукорски ударили. Когда получается, что до Абрамовича, до 2001-го года, чутьче всех оленей съели. Начинали уже голодать, умирать. Все пьют. Все плохо. Бюджет на нуле. Короче, вот как субъект Федерации он должен был прекратить. Собственно, как вот Каряки прекратилось свое существование, ее включили в Камчатскую область и сделали Камчатский край. Вот этот вот Каряский автономный округ. Население 30 тысяч человек сегодня. Самый, наверное, глупой такой регион Российской Федерации. А Чукотку спас Абрамович. То есть Абрамовичи сказали, либо у тебя бизнес забираем, либо ты пойдешь в Чукотку, короче, заниматься Чукоткой, там, наладишь жизнь на ней более-менее. И он поехал в 2001-м году и стал на ютубернатором. Вот. И в том же году корабль, который вез снабжение последнее в этом году, он затонул. И вся еда утонула тоже. И Чукотке вообще голод грозил. И Абрамович на наворованные деньги в 90-х зафрактовал самолеты и адрес на всем привез, там, мешок муки, мешок сахара, всех на корне. И, соответственно, все были рады. То есть за 90-е годы они все голодали, там, тут им начали на самолете еду привозить. Что это? Бесплатно всем раздавать. Что это такое вообще, ну, как бы, видано. И там начали, как бы, Чукотка оживать при Абрамовиче начала до 2008-го года, пока он был губернатором. Потом президент стал медведь и потом сказал, что его уже отпустил. Потому что Путин не отпускал Абрамовича. Говорит, все, будет губернатор, спасай Чукотку. И Чукотка более-менее при Абрамовиче оживилась, там, ремонты прошли. В Пиреке начали благоустройство проводить лет пять назад. И вот в Билибино атомную станцию закрывают, а в Пиреке хотят сделать плавучую атомную электростанцию, первую такую в мире. Ее сейчас активно строят, и через пару лет хотят запустить плавучую атомную электростанцию. То есть ее можно будет отцепить, куда-нибудь перегнать, там, в другое поселок, там, поставить. Есть такие даже байки о том, что, когда вот было совсем все плохо, там, с электричеством, еще с чем-то, хотели даже субмарину атомную сюда пригнать, ее, типа, от нее запитать электросеть, чтобы она питала, типа, давала на поселок электричество. Ну, ее многие рассказывают. Так же, как байка про Колыму. Трасса Якутск-Магадан, она же гранитая. Типа, японцы постоянно предлагали раньше, что давайте мы сделаем вам нормальный асфальтовый автобан японский, но все, что вот, типа, мы вот перекопаем, будем вымывать параллельно золото, и вот все, что там в двух метрах, грубо говоря, от обочины, это будет, типа, вот все, что мы золото в этом вот куске земли найдем, все, что под дорогой, это будет наше. И, типа, наши отказались. Это вроде как реальное предложение было. Потому что золото там, на самом деле. Там даже на Колыме еще старые советские отвалы перемываются. Советские люди добыл золото, а отвал, типа, пустой породы. А наши сейчас приехали, опять его перемывают, там опять золото. Это такая касата там в Чалунскую гугу уходит. И там уже многие дома тоже заброшены. Потому что население раньше было 15 тысяч, а сейчас там 3,5 тысячи человек сегодня. Магазин, друзья. Вот тоже старый Лиас. Это, кстати, автобус из Львовского автозавода. Классный. Львовский автозавод. Вот его куда-то, в самый северный город России. Он еще лет 5 назад даже ездил в аэропорт. Кстати, Чкотка по попаданию самый дорогой регион. То есть вот Москва-Анадырь 1040, наверное, билет стоит. В одну сторону. Или Москва-Певек тоже около 40 тысяч. Сюда обратно 80 тысяч получается. Очень дорого. Но можно залететь. Есть дешевый рейс Магадан-Анадырь. 5640 рублей из багажа. А с Анадыря уже по Чукотке можно летать. Чукот-Авиа называется. Единственное название Чукот-Авиа. А где билеты? Билеты есть на сайте Чукот-Авиа. Но они там не продаются онлайн, что самое смешное. Надо отдельно купить билеты на Чукот-Авиа. Тогда будет другой сайт, там можно будет купить. И еще буквально недавно стоил, например, Анадырь и Квикино, где дорожная сеть заканчивается, за Анадыря вывела 3 тысячи рублей. А в этом году, с апреля этого года, они повысили до местных 7 тысяч рублей. Для местных жителей. А если это не местных, то уже 17 пальцев. Вот. И получается, Анадырь и Квик раньше 12 тысяч стоил, а сейчас стоит 17 тысяч. То есть там дешевле 7 тысяч, нет, в Квикино, больше. Поэтому сейчас опять все стало плохо. А мы еще успели на дешевом улететь. На 3 тысячи. Вот такие дома тоже разукрасили. Дорожки сделали. То есть там, в принципе, неплохо облавировали. Контейнеров тоже множество. Они как гаражи используют. Детские площадки такие, Квики. Да, Чукотка тоже очень сильно по району отличается. Здесь типа Чаун, Чукотка, одни Чукотцы живут. Там население Чукотки, если 48 тысяч, то всего 12 тысяч из них это сами Чукчи. Ну или часть там Эскимосы, Алеуты, еще кто-нибудь. Чукчи тоже есть береговые, есть тундровые. Береговые это те, кто моржа промышляет, до сих пор. То есть они моржей набили за осень. Скрутили в них такие рулеты специальные. Выкопали, в них выкопаны там уже пару десятков лет назад вечно мерзлоте такой холодильник. Вот этих моржей накидали и все. И они там маринуются. В зиме, когда охота может быть плохая зимой, они достают одного моржа. Одного моржа на 300 человек хватает на один день накормить всех. Называется Капалькин. Там мясо перегнивает, перекухает. Получается такое. Разворачиваешь моржа, там мясо как крем послушает. Как сыр с плечей, что-то такое интересное. Мы уже есть не можем такое. Они с детства привыкли, они едят. Дровые чурчи, которые оленя пасуют, они Капалькин делают из живого оленя. Они его не кормят пару дней, чтобы говно все вышло. Потом душат его и в болото кидают. Он там уже перегухает и из болото его достают. Капалькин, пожалуйста, разделывает. И мясо ложку едет. Они же все сыроеды, вот эти северные народы. У них там строганина, то есть вяленая рыба. Она не термически обработана. Поэтому, чтобы витамины сохранять. Это здание полиции. Идеологическое управление. Такая детская площадка. Да, еще интересно. Есть такая штука, как Пиктемельский Петрогрих. На реке Пиктемель, которая примерно вот здесь вот, есть в конце самой реки уже на скале месячной Пиктемельский, на предыдущем Петрогрихе, на самой северной вазе. И в которой там несколько тысячелетий. Там люди жили очень-очень давно там. По сути же, в Беринге правительство раньше не было воды. Там пешком люди переселялись тысячелетний назад. Потом просто вода немножко поднялась, когда ледник растаял. И чуть-чуть здесь остались изолированные. Потом просто привыкли там жить. Сделали какие-то свои интересные там. Повороты Гарпуна они придумали. Весла на каяхе. Не вот так у лопасти, а на 90 градусов одна лопасть повернута, чтобы ветром не сбывало. А повороты Гарпуна лучше застревают в ките и в морже. Вот. Эти Пиктемельский Петрогрих, они здесь схематично просто изображены. И вот есть такие изображения людей с мухоморами над головой. То есть там нету ядовида грибов и мухоморов на всей Чукотке. И вот шаманы их использовали для такого опыта расширения осознания. Вы не встречались? Нет, мы встречались. Ну там чукчи сложно найти. Либо они там на самом деле очень много пьяных стоят. Там есть очень хорошие образованные чукчи, которые там в штатах где-нибудь, в Чилисике, еще где-нибудь. Но в основном чукчи у всех проблема. Но за 100 лет их население не уменьшится. Как было 12 тысяч, так и осталось 12 тысяч. Пару дней мы в Пиреке провели, там уже холода началась. Начались холода. И мы вот из Пирека поехали в Эгвикинот. Сюда, на Тихоокеанское побережье. Это вот дорога. 850 км, там тоже порядка 8 дней ехали. Тут интересный был случай. В общем, тут еще хуже трафик, чем в Эгвикинот. То есть там бывает за июль проехало... Вот мы ехали в августе, а в июле проехало 3 пара машин всего. Целый месяц. Примерно раз в 10 дней пара машин там проезжала. Потому что там уже 7 артелей уже нет. Буквально одна артель, она рядом с Эгвикинотом находится. А тут мы едем, раз, дорожники. Мы вас говорят, на метеостанции до бывших подведем. А там метеостанции ее автоматизировали. А метеоролог так и остался со своим сыном. Они там избушку себе сделали. Рыга, живу там со всякими дорожниками. Люди мимо проезжают, с ними общаются. Мы к ним приезжаем, они все пьяные. Мы пока ехали, они тоже все втроем пьяные. Они выпутили блафон внутри кабины. В него наливали, и пап тоже давали. Мы тоже немножко к ним приехали. Я там вообще не пья. Я вообще не стрел. У них же организм. А это русский? Ну русскоязычный. Там уже многое. Там из Украины многое. То есть ферменты совсем другие организмы. Да, правда. Конечно. Это для них большая проблема. У нас были все как бы с центральной России. Ну вот такой микс. Мы туда приехали. Потом вечером тоже все пьют, пьют, пьют. Там какой-то мед был с Белгорода, который переехал туда 3 месяца назад. Уже обалдевает. Какой-то дикий запах. Все с ружьями ездят. Олени стреляют. А мы в Белирину уезжали с охотниками. Они едут тоже так. А там олени, они вокруг тебя просто входят. Постадали. Гон оленей бывает. Там прямо вообще 500 оленей. Вот как на Таймире. Знаете? Вот олени переходят в реку. Рога оленей 500 рублей килограмм стоят. Они оленей просто бьют, рога спиливают и сдают их. А олене мясо 50 рублей килограмм на прием. Его никто не транспортили. Там просто горы этих оленей. Так же когда рыбу добыли. Ну там где-нибудь на Сахалине. Икру забрали. И потом кучу рыбы просто везут. Это огромное. Люди не привлекают. И мы приехали, да. А, да. Мы едем. Эти охотники. Они там раз одного оленя подстрелили. Оленя бежал. О, что-то далеко идти. Искать его. Всех оленей порали. Все оленей разбежались, короче. А они одного не добыли. Все оленей там с дыркой. Приехали к этим метеорологам. Они такие все напились ночью. Я говорю, Диман, пойдем спать в палатках. Кто-нибудь метров 200 отойдет, запустим. Ушли. Спим. Думаю, когда там следующая машина пойдет. Да эти дорожники, они как-то дорогу должны делать. Ну они там бухами, там ящиками. Целый месяц. А что это про Ленину? Пожарить нельзя, что ли? Взять не в болото просто? Нет. Это чучу так делают. Это просто тебе как бы запас на зиму. А жарить ты где-нибудь. Чтобы не было сковорода там. А чашлычок. И когда нашли эти казаки. Как-нибудь нету дров там. Тундра. Тундра. Интересно. И когда казаки как бы. Воспознание культуры произошло. По сути они в каменном веке живут. Но они уменьшились называть такие дичайшие морозы. Вот. В общем. А на утро мы просыпаемся от звука двигателя. Тут вообще какое-то чудо случилось. Еще одна пара машин едет. Тут три месяца машин не было. А тут еще приехала. Тут же еще одна пара с утра. Ну скажите вот на протяжении всей вот вашего путешествия. Значит ну вы вот так вот там. Сколько вы бесплатно едете? Да. Такие которые говорили. Давайте вам же хватит. Нет. Нет. И на марже тоже нет. Ну в чем? Крояпликерстрим просто интересно тебя подобрать. А может. Там самые местные тоже бывают. И тут эти буэна забирают. Но они пьяные туда оказываются. Два пьяных водителя едут. И там один кунг едет. Набитая еда проведена для артерии. И там пьяный чук через три кунга. Он типа там будет запрос. И два водителя. Один такой грузин там. А другой такой старенький. Там тоже старый кошек. Где-то 50. Вот. Он тоже едет такой типовой. И мы в рюкзаке в кунг. Я сойдусь в кабину там где кунг. Один вы садитесь в другую машину. А они пытаются его постоянно обогнать. Старый водитель говорит. Нам надо ездить вместе. Может что-то сломается. И ты мне будешь помогать. А тот говорит. Нет. Я там поеду. Давай быстрее. И уехал к нам. Они как раз сама погнали перед машиной. И Дима потом рассказал. А мой водитель такой типа обиделся на него. Надо сейчас встанем. Будем ждать. Чтобы он назад трянулся за нами. И нашел. Со сейфом в дороге. Перепарковал. В машину вот так вот. Встал. И стоит. Он ждет. 20 минут прошло. Он тут едет за нами. И на ту сторону просто так на руле. Я думаю. Там пены чистят. Есть водитель. Пошел. Пастись. Голубики уже созрело много. Я вышел. Легко на живот. А чем ближе к зелене. Больше видишь ягоды. И все. Ползешь и ешь. 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 Ем. Ем. Зубы даже уже почистил. А два часа прошло. Тот за нами так и не возвращается водитель. Встал. До Голубикова есть. А тут еще пара машин едет в нашу сторону. Прям в шубе какой-то. Еще машина едет. Я к ним машу. А там уже трезвый водитель. Уже нормально. Говорю. Нам вот туда. В игры кино. Вот. Эти пьяные так и остались. Я просто рюкзаки забрал. Закинул фунг. Там фунги уже опять пьяные чуши. И пьяные русские сидят. Вот. Но они там уже нормально были. С ними прикольные вообще. Я говорю. Сейчас поедем. Там еще Дима где-то впереди. Надо будет его забрать. И поехали. Едем, едем, едем. Там буквально пара идет. Дима идет навстречу. Дима. Я говорю. Залазь. Я говорю. Залез. Он залез. Я говорю. Ну едем. Мы с ним грузили. Дима говорит. А зачем вы пьяные едете? Это же опасно. Он говорит. Едем. Дорога сложная. Перевалы опасные. Трезвый. Говорит. Нельзя. Я должен просто сидеть за дороги. Машину садят на мосты. Говорит. На руле тоже спать. Я говорю. Что ты делаешь? Говорит. Пошел голубикое есть. Дима. Садоел. Не надоел. Потом надоело. Пошел нас нарыскать. Чего вы там не едете? А тут мы Диму забрали. А про них нам еще. Мы еще дней 6 до Кинота ехали. Проезжие водители нам рассказывали. Что они там пытались откапываться. А у них там ящикотки тоже. Они пытались все закончить. Поэтому они пьяные. А им никто не помогает. Кто мимо едет. Говорит. Мы протрезветь. И мы вам поможем. А так это бессмысленно. Они там все сидят и бухают. До сих пор. А потом мы с Трезвыми доехали. Они ехали в артель полярная. Это вот здесь вот на ледовитом океане. Рядом с мысом Шмидта. То есть они нас полпути провезли и срулили. А мы дальше выдвинем пешком пошли. По реке Полеван. Долина. Вот эту дорогу, кстати, летнюю. Вообще вот эта вся летняя система дорог была уже в 98 году построена. Там был такой Миленский главатчик от артелей. Он строил их. Вот эти вот бочки топливно-заправочные, они остались от строительства. А потом Миленский умер в 2005 году. И у его жены быстро эту артельку купили. Она все стала снова частно приватизирована. Он был такой просто нормальный мужик. Там дороги строил, для людей что-то делал. А потом все немножко скуривался. Но пейзаж очень красивый. И то, что ближе к осени вот тоже какая-то оли... Оли... Олинифа, ну как это сказать? С небольшим олененком. Они, видимо, от стада оторвались. Вот на ближайших там балков, которые сидят. Еще пару дней, наверное, пройдутся. Вот тоже... Навстречу, по-моему, какая-то машина. Как водитель говорит, дорога пятой категории сложности. Главное, чтобы можно было просто проехать. Это тоже вот старые балки. Тут можно даже переночевать. В одном балке есть даже баня. Старая такая база дорожников. Тут уже, конечно, дорогу-то построили. Никого уже не осталось. А вот даже баня осталась. Можно даже сделать. Как бы даже такие аномалии в тундре, что... Едешь-едешь, и раз, посреди тундры растет какая-нибудь береза. Или три березы. Откуда они там взялись, тоже непонятно. Ягода, по-моему, смородины. Смородины мало было. В России еще и глядя. Пешком. Там, на этом метров 150 даже прошло. В пуховике и все. Там даже хорошо, что не было прямой машины. Ты идешь, можешь наслаждаться природу. Машины всегда греют через неделю. Мы с собой взяли на 8 дней. Ну, пару дней уже поголдать себе. Что-нибудь. Мы там встретили Сережу из Ульяновска в этой бане. То есть нас довезли до этой, в доме кафе оставили. И в машину уехали. Говорят, ну там бани типа есть. Я как бы... Дима остался общаться с водителями. А я пошел в эту баню проверять. А там, здравствуй, какой-то мужик. Ну, там, парень спит. Я зашел. Я говорю, о-о-о-о. Говорят, ты откуда? Говорят, дом Сережа из Ульяновска. Там какой-то... Зимской учитель там работал по программе. Типа, у них он в деревню учителем за 25 тысяч. Вот, как-то копил деньги. Ну, он самолетами сюда прилетел. Эти дешевые. Магадана-Надыря. Надыря Геккинота. Потом как-то... Говорят, я все пришел. Там вот эта система... Как бы дорога открывается после середины июля. Когда паводок спадает. И можно проехать в момент речка. А он пришел в начале июля. Говорят, я хочу в Пивек, короче. Когда дорога откроется? Говорят, через Индию. Говорят, я тогда пешком пойду. Говорят, ты чего? Тут пони двинешь еще? А нам за тебя отвечать. Давай мы тебя на вертолете в Пивек бесплатно отправим. Вот сюда вот. Ну, из Геккинота. В Пивек на вертолете. Говорят, да я хочу пешком. Это же интересно. Говорят, нет. Давай мы тебе на вертолет бесплатно в администрации. Говорят дадим. Что ты в Пивеке где-нибудь умер. И там он у них головной воде. А он на воде. Но потом он пошел пешком. Мы его потом... Дороги эти все сделали. Его в машину догнали. Забрали. И на обратном пути мы его тоже встретили. Он тоже в Пивекинот ехал. И вот он как раз таки был там. У него полкилограмма пшенички осталось. Он какие-то грибы ходил, все собирал. Щепки искал. Я говорю, давай мы тебе воды закипятим. У нас газ есть. Давай мы тебе гречки отсыдем. У него там тундры меня прокормили. И такой взгляд у него такой бесконечный, далекий. Такой, да? Фрустрации. Интересный. Вот этот балок тоже на перевале. Тут видите просто высота примерно 800 метров. Ничего не растет. И этот балок тоже однородник опасался. Мы его топили самим балком. То есть ты из балка просто тупский дерево в Питанский, в печку суешь. И он постепенно заканчивался. Просто очень мало людей проезжает, которые пользуются балком. Это очень надолго. А это еще один контейнер. Да, это просто контейнер от геологов. В 2016 году была разведочная какая-то партия в Ахрисан Сифири. И вот контейнер один остался. Там на той стороне есть окно в этом контейнере. Вот такие закаты уже начались. Еще что интересно, факт такой, что Чукотка, она пересекает 180-й меридиан. То есть вот эта вот восточная часть Чукотки, это самый западный регион России получается. То есть вот нулевой меридиан проходит, и получается, что этот кусок в западном полушарии лежит. Вот. То есть вот если нулевой меридиан смотрит, то он как бы делит. То есть Россия, она не только восточном полушарии, она еще и в западном находится. Да. То есть вот и Квикинот, он уже, это в западном полушарии уже находится. И это единственное место, где полярный круг, то есть на той стороне он в Афлантическом океане пересекается, а в южном полушарии полярный круг и нулевые меридианы. Они там тоже. Тогда день приходит. Самый первый отсюда начинается. Вот по сути он здесь должен заканчиваться, но так как в Бикиноте же не может день закончиться, а надо ли начаться. Просто линию переменной даты сдвинули в пролив. И все. То есть она же не идет по-новикому? Глубика тоже. Это из Китая лучше. Из Мьяны точно. А мы потом уже шли, мы не торопились идти, мы наслаждались ягодой, там еще чем-то. Какая-то встречная машина едет к нам. Говорит, что вы тут? Пасетесь? Да, вот ягод собираем. Говорит, надо вам что-нибудь? Нет, там Сережа идет. Вот ему лучше, дайте блубку. Машина уезжала. И мы потом расслабились. Потому что машины ехали мы с Шмидтом, они же когда-то назад все равно поедут. Даже если через неделю не очень страшно. Поэтому мы там ягоды ели, неспешно шли. А потом нас вот такой прицепчик забрал. Он до нас свалился куда-то, поломался, а потом нас забрал. И четыре машины было, мы ехали последними. Один ехал в кабине с водителем, а двое, ну мы Сережу тоже забрали. В этом прицепчике. И там такой слой пыли, вот пяти сантиметров, вот, открываешься со временем. Когда выглянул, приехали, мы вот такие пингвины. Просто, видишь, на себя пыли. У нас банки помылись? Ну и вот реки однажды мылись там, еще потом мылись. Примемли в город и помылись там. Еще с Чукотки Абрамович в свое время выдавал сертификаты много на переселение. То есть, человек отработал, северную пенсию получил, типа, вот тебе сертификат на большую землю убежать. Что тебе здесь делать? Там ему квартиру забирали и, типа, в Новом Воронеже, там, Новая Устьма, в Воронеже им выдавали квартиры. А один он в Воронеже, поэтому у него много друзей, панков, которые там спевеют, с Игвикинода. И мы к ним приезжали и жили люди. Там очень хорошо. Это уже окрестность Игвикинода. Тоже очень красиво. Кладбище такое, это уже залив креста, собственно. Он с воздуха, как крест смотрится. Старое название Игвикинода. Игвикинод один из самых современных. Он не имеет статуса города. Там 3000 населения живет, поселок. Но самый неубитый поселок. То есть, самый такой приятный, люди приятные. И поселок благоустроен очень. Череп Леновского кита. В музее же. То есть, они там же и морзверобои. Вообще, Абрамович так придумал, что он доплачивал за каждого оленя, например. То есть, чурчат такие дровы. А он у нас говорит, стадо, 7000 оленей. И он им раз переводит. А там раз 10 лет, где вертолетик летит, смотрит, где ваши олени. Ну, там вот бегают. Блин, 7000-то сложно считать. Ну, наверное, есть. А так их на самом деле 3000. А так приписали половину. Там вообще большие субсидии идут на все эти бригады. То есть, есть там ленинольческий колхоз. В нем там 3-4 бригады, которые кочуются. У них там вездеходы, квадроциклы свои. Обмундирование хорошее. Бухгалтерские там 300-400 тысяч рублей. Двейные выписывают. То есть, там такие тоже отмывания денег. И за каждое оленя доплачивают. И за каждого, например, каждому поселку. Там Уэлен какой-нибудь. У Лаврентия проведения вот по побережью. Там и Нурмино, и Нешкам. Им дают квоту на убийство этих моржей и китов. Типа, Лаврентия может за год два кита убить. Им за это еще даже доплатят. Что они, типа, свои народные промыслы сохраняют. А чтобы чукчи не бухали в свое время. А Бронич Гридул раздал им пластиковые карты. И сказал, что деньги вам. А за каждую чукчи, что ты чукчи. Тебе 20 тысяч рублей переводят. Так же, как Ханта, Манси. Ну, всем. Типа, за МНС. Им двадцатку в месяц переводят. 22 тысяч. Вот. И чтобы они не были на это деньги. У самогоноварителей покупать. То есть, чтобы не могли тратить на самогон. Или на алкашку из магазина. Они переводят деньги на карты. Ты по карте можешь только в магазине купить продукты. Еду. А алкоголь нельзя показывать. Только за наличность. А банкоматов-то нету. Банкомат в Манадоле стоит. И на Чукотке единственный светофор. Перекресток с четырьмя светофорами в Манадоле. Тоже года два назад сделали. И все. Во всей Чукотке нету светофоров. Все машины. Машин там очень мало же. И там все полные номера. МММ. ККК. АА. Бор. Вот. Все машины с такими номерами. Ну, кроме привезенных с большой земли с потеряка. А еще тоже интересно. Тикликинот он очень маленький поселок. И там по сути вся вот эта окружная дорога это вся жилая зона. Там нельзя учиться водить автомобиль. То есть там есть автошкола. То есть людям же надо какие-то права получать. Есть автошкола. Есть ГАИ. Все есть. А учиться по сути по закону нельзя. Потому что где они ездят это жилая зона. А нормальной дороги там нет. Которой не было бы жилой зоны. Ну а делать они нечего. То есть им некуда ездить. Там даже топора нет. Никого в трамвай. Просто по кругу ездят. И все. В этом поселке. Вся автошкола. Стоит где-то 80 тысяч рублей обучение. Да. 80 тысяч. Ну это музей Микино. Бахилы даже. Экологические. Много разные. Это мы поехали на рыбалку с местными. Голец. Маленький хариус. Голец. Самая вкусная рыба. Гораздо лучше всякого осетра. То есть устья великих сибирских рек. Там Лена, Колыма. Самая вкусная рыба это там. А это национальный поселок Амбуэма. Тоже недалеко от. Куда мы ездили на рыбалку из Микино. Вот это канадские коттеджи. Тоже Абрамовича. На любых годах поставился. Почти все. Все поселки с такими коттеджами. Практически. А это дома в Сибирио? Да. Вот эти вездеходы стоят два или три даже подряд. По пути между Микинотом Амбуэном. Перевальчик. Немного дальше. Вот полярный круг здесь, кстати, пересекает. Эту дорогу строили на Иултин. Такой поселок. Лукширайцентр. Тоже заключенный в 40-х годах. Там памятник даже стоит. И вот эти вот остатки. Это остатки от лагерей. Такие временные временки. То, что из камня все осталось. Деревянные забилы. Вот самая суть, как Микинот. Достаточно симпатичная. Это мой порт. Всякие рыбацкие бараки для залиток. А вот это строителям дороги. Вездеходов там уйма. А вот из Микинота нереально найти какое-то судно Банады, например? Банады уходит капитан Сотников. Такое рейсовое судно. Стоит 10 тысяч рублей. А перелет 3 тысяч тогда стоил. А сейчас уже 17. Перелет и 10 тысяч. Это флаг Чукотки, как региона. Видите, тут типа берег двух океанов, что Чукотку называют. То есть ледовит океан и тихий океан. Да, тихий и ледовит океан. Чукотка так выдается, этот чукотский нос. Там 70 километров до Аляски. У меня друг на Канабаране с мотором он берет лошадиные силы и переплыл в пролив. Вот пока мы были в Микиноте, он за две недели до нас переплыл из Уилена на Аляску. Тоже интересно. А ты раскрывал свои планы тогда? Ну вот так умственно говорю, в интернете не писал. Вот нам икры 2 килограмма просто подарили. Там вот здесь икра 3000 килограмм стоит, а черешня почти бесплатная. А там наоборот. Черешня 3000 рублей килограмм, а икра бесплатная. Рыба бесплатная. Почти такой-то из печени как есть. Ну фрукты можно просто соскучить. Там яблоки с чили 200 рублей килограмм стоили. У ценка тоже какая-то была по 100 рублей килограмм. Кавочку играл. Не дает. Это собственно залив Креста. Вот этот поселочек в Морхорт. Мы пришли, там стояло судно компании Fesco, Дальневосточное пароходство. Far East Common. И оно нас с них взяло. То есть, Дальневосточный пароходство никого не берет на борт. Они ж не было в диаспорт. Могли за 10 дней нас туда довезти в Медросток. Вот. Берет нормальное сахаринское пароходство и какая-нибудь транслайм компания. Но стоящее судно надо было ждать 10 дней целых. И то, не факт, куда-то дальше пошло. И век, и назад. Это не заплатительная компания. Не-не, Fesco. Там даже капитан каждый год приносит справку об источной студии, который работает там 20 лет. То есть, капитан говорит, я бы вас взял, но меня уводят. Вы же потом где-то об этом расскажете. Так что они нас... Ну, еще пришли, они говорят, мы через 4 часа уходим. Мы позвонили в Медросток, отправили им какому-то главному там, человеку, которому нам вконтакте дали наши копии паспортов, статьи на газетах. Вот. И он говорит, мы вас не успеваем, просто через ФСБ пробить, поэтому корабль не убежал вперед. И все вышло. И мы улетели за 3 тысячи рублей до Анадаря. Пришли в Анадаре в Морпорт, а там тоже он такой пустой. Ну, через 10 дней кто-то придет, о котором нам в Юкиноте говорили, то же самое нужно было в Анадаре. И мы уже из Анадаря тоже улетели в Магадан за 5-6 тысяч рублей. Это окрестности Юкинота. Общественный транспорт, кстати, на Чкотке бесплатно. То есть, по Юкиноту ходят такая вахтовка в виде общественного типа маршрутка местная. По Анадарю ходят 3 автобусных маршрута. Все бесплатно. В Берегинах, в Берегине тоже есть бесплатные автобусы. Но это вот перелеты, но они уже не актуальны. На Ми-8, Ан-24 летают. Это уже аэропорт Анадаря. Чукотка здесь зарождается день. На Камчатке есть памятник такой. Здесь начинается Россия. А на Чукотке здесь рождается день. Плюс 9 часов к московскому времени на Чукотке сейчас. Это рядом с аэропортом. Это угольные копии поселок. Там тоже 10 тысяч населения. Этот поселок раньше было. Все забросили. Остался один крайон. Цветные дома. Там буквально 10 домов. Три магазина. На 10 тысяч населения поселок он полностью заброшен. Там военные машины. И там еще на другой стороне залива, там уже Анадарь переправляться. Зимой по зимнику. Летом ходит паром. А вот в межсезонье, осень и весна. Когда нельзя ни на машине, ни на корабле. Там вертолет за 4 тысячи летает. То есть ты прилетел в аэропорт, тебе надо выйти. В октябре купить билет на вертолет. И на вертолет за 4 тысячи лет. И тут Анадарь. А на Анадаре вообще нет. Там никакой дороги нет. Где там? Нет. А может быть есть какая-то в обход Лимана. Там какие-то совсем вездеходы проходят. И вот в этом микроалене все люди уже ненавидят друг друга. Они так живут. Конечно. Там три магазина, где сидят дома. Одна школа и все. И заброшены. И тундра вокруг. И вездеходы. Это Анадарь. Тут вот Лиман. Так вот залив называется. И там получается, прямо там в Лимане белухи такие белые, такие большие. Пяти-шестиметровые тут. Постоянно спины и фонтаны пускают. И морские льбы. Котики. Сеяли. Там уже едешь. Там очень. Это Анады. В церковь Анады. В церковь Анады. В церковь Анады. В церковь Анады. Как синий-то образуется. Если так. А, нет. Там есть еще пара районов. Они просто чуть еще дальше. На автобус надо ехать. Это Юрий Рыдхев. Ему памятник. Очень знаменитый чукотский писатель. Если хотите прям про Чукотку побольше почитать. У него все это про Капалькин, про образ жизни. Чучи. Такой. Про советскую Чукотку. Очень много описано в его рассказах. В сборнике у него. Если с Магаданом приезжать. Анады в деревне. А если с Эгвикино. А Анады просто мегаполис. Там пситофор даже есть. Уценка по 90 рублей. Килограмм всякая фруктовая продается. А как писатель зовут? Юрий Рыдхев. Рыдхев. Да, может быть, чукотский писатель не берешь. Название улицы Рульдиттэген. Есть озеро Удыдвыдвыд на Чукотке. Даже очень красивее. Это тоже морпорт. Но сюда пришли и ни одного судна не стоит. Мы тогда поняли, что не у Гидростопа из Чукотки никуда. Можно ждать было месяц этого судна. Договариваться. Но это тоже время. У нас тот день. Люди сильно не напрягаются собой. Это те самые демельские петроглики. Просто кусок камня кололись. То есть кололись сюда, в музей. Вот человек на байдарке. Олень. Олень, олень, олень. Там всякие сцены охоты. Вот кит и байда. Сцены охоты. Те самые шаманы тоже. С мухоморами. Это из мочевого пузыря моржа они делают себе дождевики. Из кожи моржа штаны или из кожи нерпы штаны. Из нерпы еще делают такие поплавки, чтобы когда на китов охотятся, или на моржение других. Их загорпунил один раз, а у нас поплавок остался. Ну как бы его держать на воде, чтобы переделать поплавок. Он же все равно будет нырять, что это будет работать можно. А это еще интересный такой момент. В 88-м году Боинг прилетел с Аляски. Потому что там же у нас живет не только Чуча, но еще и эскимосы. А эскимосы между тобой все активно общались до 50-го года, пока у них там семьи были разделены. Ну как типа северные корейные и южные. Когда они разделились, там куча семейства. Или как сейчас, Россия с Украиной. Там тоже самое. Железный занавес упал в 50-м году. В 91-м году его сняли. И там даже целую программу разлили. В 88-м году первый рейс прилетел 82 человека с Нома с Аляски в бухту Проведения на Чукоску. Чтобы места эскимосов с Аляски привезли к родственникам на Чукоску. Там они все перезнакомились, вспомнили друг друга. Все очень долго общались, занимались. И с тех пор разработали такую тему, что жители эскимосы и Чучьи могут ездить в штаты без визы. То есть они просто заполняют анкету. И им такой, как бы, отрывной квиток дают. И они с ним летят на Аляску, например. Ага. Ты должен быть с паспортом, да. Но тебе не нужна виза США. Ты просто один квиткомчик, как МНС, едешь к своим родственникам на Аляску. Они тоже хотели такую программу разработать, но они так и не сделали ее. А наши летают. За эти вот за 30 лет, с 91 года съездило там несколько тысяч человек. То есть они постоянно конгрессишь или еще что-то еще. Причем их вот этот минутык язык эскимосов. У них нет две недели, например. Они, кто живет в Чукотке, взяли из российского языка, из русского. А те взяли из английского. Они вот между собой по телефону общаются. Они такие, как там по-английски среда. Он там на их языке с ними разговаривает. Он такой, Wednesday, Tuesday. И что-то тот его понял. И до сих пор они бывают встречаются, например, в Морзе Робои. На байтах выплывают. В условных точках координатах встречаются. И какие-то обмены строят. Там они просто вещами меняются. Там расходят. Эскимосы там. Американская культура. Откуда вот такие другие. А условия жизни в Америке у них лучше? Ну, на самом деле, с ними там тоже так себе обращались. Несимая хорошая разница. Вот нам икры подарили полтора килограмма. А это вот поселок Углинг Копер, который заброшен. То есть, рядом с нашим микрорайоном. Там вот 10 тысяч населения. Ну, как кому-то бы коровы из Допусты. Вот, никого не останется. И все. Вот мы летим с Анадыря в Магадан. Это река Пенжина. Вот коряки. А здесь вот река такая-то идет. Пенжина в Пенжинскую гулу впадает. И хотя бы так корякнуть северку посмотреть. А это уже Колымская трасса, когда я ехал назад. По этой же дороге из Магадана. Из Магадана сюда, в Яйкутск. И вот Колыма уже 1 сентября. Красивейшие краски. Красно-желтая. Деревья скоро все пожелтеют. Еще пара дней буквально пройдет. А это да. Это какой-то старый бельзовоз свалился. И в нее там просто стоит. Ну, красивый. А это вертолет. Это частная артель. Летает там на вертолете по своим осторождениям. Смотрит. И за ней ездит такой камазик с топливом. Они его просто заправляют. Таким маленьким, на пару человек. Вот ему, чтобы взлететь, надо по дороге немножко пробежать. Там 20 метров. Потом он взлетает. Потому что он не совсем вертикально взлетает. Поэтому мы ехали на фурии. Нас остановили. Говорят, подождите, сейчас мы заправим вертолет. И мы улетим. И мы ждали, пока вертолет улетит. А люди вконтакте кто смотрят. Они ждут, пока картинка прогрузится. Думают, что будет четче. А это тоже такой интересный момент. Камазик вез металлолом. Но он очень старый Камазик. У него даже стартера нет. Он немножко не вытянул в гору. И начал назад ехать. Покатился и перекрыл дорогу. А там камера идет в твое окно. Вот его я там не спасал. Потому что тут машины собрались. В 12 часов водитель куда-то уехал. За кран искать с другим водителем самосвалом. И все ждали в 12 часов. Мы приехали и ждали буквально час. Эти уже начали, просто открыли борт. И начали скидывать металлоломку туда, в канаву. За обочину. А я как раз убирал этот камер, чтобы он перебил. И кто водителей приезжает с материка. Они такие, а что давайте там МЧС позвоним. Приедут, уберут. А местные говорят, что никто не приедет уже. Давайте садимся. Первый раз надо здесь. И все. Потом я доехал до Обама, до Тынды. Тут буквально в Магадан, Якутск, я три дня ехал. Потом день до Тынды. И там я уже пытался поездостопом уезжать. То есть тоже к машинисту приходит и говорит, давайте я с вами поеду до следующей станции. Смена бригады каждые 10 часов, 300-400 километров. Вот я так один участник проехал. Потом я уже устал. Пять составов в день. И каждый шестой тебя берет бригаду. Они такие, у нас там инструктор едет. Или у нас там еще кто-то едет. А мы вообще боимся тебя брать. И ты сидишь там в следующей площади через 4 часа. Мне был интересен сам процесс. Я как бы один раз уехал, а потом устал ждать. Купил бригаду и уехал при этом самосканом. А и все. Давайте вопросы. Весь этот маршрут, там есть где закупать? Ну в поселках, видишь там. Там просто чекотка такая дорогая, что все там едут. Травлю. Уже все дорого. Сколько у тебя ушло вот за весь, все это? Все же самое. Ну 100 долларов. 100 долларов на еду. Ну как ты будешь тратить там? Бесогончику больше скупал. А вот, ну трогаватая не важно. А? Ну трогаватая не можно помыть. Там мясо или еще что-то. Они тебе так все дадут, господи. Тебе так принышут. Ну понятно. В принципе, ты не будешь голодать. Конечно. Алюминин, например, с баллока. Можно. Вообще, это не страшно. Не, нам ее нельзя есть. Вообще, в Белевино, например, у них там целый, в WhatsApp есть целая группа типа, в таком-то магазине яйца по 200 рублей, полученные с 30-40 долларов. Или там какие-нибудь военные выдали шумпалек, они там свои тушенку уже объелись, и они ее продают просто. И они как бы там, о, вот там какой-то чувак продает. Грудь говорит, я там продаю банку тушенку. Там до полу цены в магазине. Ну и то, получается, на горелках? Походи, да. Когда мы шли между городами. На газу. Да. А газ там? А я с собой привез. То есть тебе хватило? Там два баллона я взял и охарайся. Ну ты же не варишь супы там. Гречку кипятком можно заливать, через 20 минут я готовлю, знаешь. И все, ты запятил воду, гречку засыпал, а с 20 минут я готовлю. Все. И икры. Икра? Икра. Ну рыба тебе тоже там. А там водители, которые нас подвозили, их тоже заставляют всякая ерунда. Эта тушенка там. А я просто мясо не ел, и вся тушенка Диме уходила. Дима, у нее 8 баток там, ему еще следует. Тяжело идти-то с ним. Там эти водители тоже там, там хлеб какой-нибудь дадут, еще что-нибудь там, тушенка, овощи, консервированные. То есть их-то тоже актель хорошо снабжает, за широками там еще чего-то из того как. Поэтому они постоянно что-то тебе предлагают. Потому что нам уже не надо было. То есть они все дают и дают. Да. А как морально вот это? Можешь выглядеть, что там в конце у меня нет ли обнимации? Нет, так красиво живешь. Нет, просто человек, который такой стандартной живет, то есть который в обществе. Просто я 4 года уже ездил, у меня оперативная память, даже привыкла к огромному объему информации. А ты видишь привык, что у них там месяц отпуск, они едут на месяц, и их за месяц забивается вот память, а дальше их не хватает уже в моральном плане. И такое впечатление, что они уже... А не, а комаров там не было, их ветром сдувало. То есть впечатление тоже, на самом деле, человек очень быстро переполняется. За 2-3 недели человек просто устает от впечатлений набора фактов. То есть ты здесь живешь один день, как за 3 дня ты получаешь впечатлений. Очень много. То есть когда ты в городе, у тебя такая обычная ритма жизни, новых впечатлений мало. А здесь у тебя каждый день очень много. И потом немножко у тебя... Надо быть тоже психологически немножко. А в партийских городах. То есть... Билибина, каучсерфик я использовал. То есть там 6 пользователей было с нулем отзывов. И я всем написал, а ты нам ответил. А в гугольных копиях в Манадере тоже каучсерфик я там использовал. Но парень уже уехал. А в Билибина и Пиреке... А нет, в Пиреке и Микрикиноте были эти знакомые дивидные банки. Ну а то если, допустим, не было бы знакомых, где вы восстанавливали? Ну... Просто в палатке. А можно просто в центре города встать. И те кто-нибудь все заберут. То есть им тоже же скучно там будто. Ну это всегда... Маленькие поселения как особенно это работают. Стоишь с рюкзаком, а они думают, что стоишь, а кто-то такой... Пойдемте, в кочеган какой-нибудь пригласите. Там много скучающих людей. А, то есть вот теперь как оттуда выбираться? Он доехал туда, допустим, до Пирекината? Сейчас билет уже 17 тысяч. Можно на этом капитане Сотникове уехать в Анадарь тоже. И потом до Магадана за 5 640. Либо ждать корабль. А, за 5 тысяч? В Анадаре остался до Магадана. А с Пирекината в Анадаре из 3 до 17. Но есть корабль 15 сотников, который ходит там раз в месяц. И то можно отмениться. Просто из Анадаря он ходит вот сюда. В Меренговский, в Проведение, в Иквикинот назад. В Проведение, в Лаврентии назад. Ну, кто там в Севердесятых? Меня просто удивляет, неужели так мало судов там ходят? Ну, да. Ну, типа до Анадаря 3-4 суда в месяц приходят с Владивостока. Ну, и потом в Проведение там придет одно судно в месяц. Два суда в месяц. Одно судно в месяц. Не очень часто. И то вы не пошли. Вот еще в ПС, например. Она придет в дальневосточный промоц, который не берет. Вот так вот. Чукотка совсем иной жизнью берет. Так вот. Зарплаты, получается, у них там соответствующие. То есть, они северные. Сколько они получают? Ну, все по-разному. Кто вот в Берибино на АЭС работает, там 300-400 тысяч рублей за зарплату у инженеров. Военные тоже хорошо получают всякие. Полицейские там какие-нибудь. Они же там год за два у них идет. Обычные люди, кто-нибудь в магазине работает, то просто там, ну да, тысяч 300-400 тысяч получать. Вот. Мы жили в Берибиноте у заправщика в аэропорту. Мы заправляем, да, керосином. Эти, вертолет прилетает, на них заправляем. Гертолет говорит, вот мы давай в бумажке напишем там две тысячи денег. А остаток себе заберем. И все, он ездит на лицо на керосине. Там полгода, полгода. Это вообще везде по всему Украине. Хатунгой, еще где-нибудь. Мурманск. Ну вот, получается, как заправщик, он 40 тысяч получается. А сам бензин, по-моему, уже какие-то самые? Вот, я не помню. А там же не было заправки. Для забойщики все с электрогенотом, например. Там есть рядом артель валунистая, которым выделяют бензин. Они же тоже там бензин не весит. Они его сливают, типа обратно ставят и сливают. Потом продают его там дешевле этих дальнобойщиков. Там есть заправка в электрогеноте, но я не знаю, кто на них заправляется. То есть там, если питаться из магазина и заправиться на заправке, то там деньги и деньги не платят. Они там в подвале делают теплицы, ставят лампу, врачи, томаты. Получается, по срокам, то есть, когда ехать, ты в мае поехал, это не рано или еще два? Нет, это нормально. Ну, хотя в Якутске река скрылась только в конце мая. Парома минус 28 мая. То есть там еще есть лед. Мы же хотели начать на улице Раджиколома на две недели ходить. Ну, на Союзе. И в Магаданке девятые игры будет. И в сентябре вы... 1 сентября вы едете на улице Раджиколома, примерно 50 минут. Опять же, на Колыме можно очень долго ждать. Кто-то... Вы ждали... Мы же сразу пошли нашли, но 6 дней ждали, пока загрузится. А мы могли приехать в Зырянку, и там еще неделю ждать, если бы не успели на улице. Или летом, кроме как бы по Колыме, эти другие варианты. Ну, самолет. Приезжайте к нам на Коломо. Нет, лучше вы к нам. Нет, на Коломо хорошо там еще раз. Это же самый такой щеленький ребенок. Еще раз по... Вот, получается... Куда ты там ты начинал? Сим-чан? Сим-чан, да. От него и до Ньюиска скоро во времени ушло это. Ну, две недели у нас точно, 15 дней. Это с ожиданием. А если тебе повезло и просто... Семь-день. Семь-день. Ну, опять же, там бель всякая ночь еще. Ай. Она же течет, получается, на север? Конечно, в север. Ну да, в тех краях, в север. Да, в север. На север. Открытие. 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 Ну, прикольно. В своем вкусе. Вообще там, да, там можно на Кайке просто открыть. На самом деле, да. И на Чукотке тоже можно есть реки Ангуэма или Малая Анюди. На Чукотке вулканы есть, кстати. Вот в районе Беливина, в Западной Чукотке, есть старые потухшие вулканы. Тихоокеанское огненное кольцо, да, вот на Чукотке вулканы, на Камчатке вулканы. Курильские острова вулканы. Япония вулканы. Там люди, ямы все остальные. Потом Индонезия идет, потом заворачиваются. Тут полинезийские острова все. И потом Чили. Вот это все кардельеры. В Колумбии вулканы есть. На Аляску, Елаустову, Сиэту. В Тихоокеанском. И вот на Чукотке потухший вулкан есть. Вулкан молодой. У него как раз можно добраться, но даже лавовые поля существуют. Куда вообще их и нет. Кроме костей, сам, елков, какие-то, кстати. Есть прекрасный, знаете даже, да, что вся территория Советского Союза размечена такими триангуляторами. То есть на гору бывая заладишь, а там треугольник стоит из металла. Вот. Для него прямо уголовку дают, если его украсить, на металл дают. Вот ты залез, с одного треугольника видно два других должно быть. Это как средство привязки такое. Когда тебе землю выделяешь, то ты точно нашел тот участок, который тянал. И так вот вся территория Советского Союза. Ты на один треугольник залез, два других должно быть видно. И ты вот так вот с одного треугольника вот вся территория размечена. И теперь видимо их как-то возобновляют, эти треугольники. Может быть нитры сгнили, там, где-то пропали куда-нибудь. И некоторые люди ходят, их там уточняют. Есть профессии в Якутии, там, на Барже, там, лезут вертолеты, выделяют или летают, их останавливают. Проверяют. И переснимают местность. А вот эта вот полка вратства, ну полка это что там? Ну типа ты купил и поставил, а пенсионер пришел и забрал. Пенсионер пришел и забрал. Ну я еще не видел, что он стоял. В Европе есть такая штука, ты там корзину ставят. Ну это не полка просто, это просто ты, если тебе не жалко, ты туда кладешь такие вещи для тем, кто нуждается. Посточный европ. Да. Ну мы там тоже, да, не будем ждать. Посточный европ. У нас такая палка, полка в агрокарте. Палка в агрокарте. Палка в агрокарте. Да. Да, там весьма очень гипнозивный. И когда ты купаешь, тебе себе время, если хочешь, вот, пожалуйста, там, в холодильник, там, купили, и кладут в холодильник. Хочешь, подходит. Какой нибудь ты лезешь на лейкши, и быстрый суть от этой полки забрал. Ну че ты на лейкши, они об этом не думают. Нет, не могу. Так бывает. Ну, а вот вы тоже пить или все-таки дожидаться машиной? Какие-то интересные. Ты идешь в горы, ну, дальше ягоды лезешь. А так ты даже в машине проедешь там всю дистанцию за два дня? Да. Ты на сто процентов уверен был, что что-то проедет? Ну, это было, знаешь, 1 августа, а дорога закрывается через полтора месяца. За полтора месяца что надо проедет? А нет, так ты зайдешь пешком на 650 километров, на 10 месяцев, в принципе. Ну, здорово. А сколько свой километр? Ну, вот до Якутска тысяча, до Магадана две. Здесь по реке полторы. То есть примерно две с половиной. Четыре тысячи, да. Здесь еще. Ну, вот от Тынды до Ягрикиноты, примерно там тысяч пять-десят половиной. А еще дальше, например, от Лекай, куда там доезжал до Уэлена? Ну, Лекай вот собрал себе катамаран, прыгнул в МГУМ и складывался до Ледовитого океана. Там, отгоняя белые педы, вдоль побережья добрался до Уэлена, сказал пограничникам, завтра я пойду в Тумане, в Аврентия. А сам перечазывает через Берингов пролив и оказался в штатах. Там была уже виза, в штатах, в Канадске, и сейчас он уже до Канадской. То есть он еще выше ушел? Да, да, да. До Чукорского носа вот сюда вот. То есть он сплавился, а потом поехал. Потом Берингов проливали на Аляску. А то еще по Аляске не там. А сейчас никаких вопросов от пограничников нет. Российских? Да. Есть, конечно. У вас вообще были встречи у нас с пограничниками? Нет, нет, нет. Там раньше была погранзона для всех. То есть такой особый регион, куда даже граждане России нужны были пропускать, что Советский Союз остались. То как раз таки летом или прошлого года перед нашей поездкой погранзону отменили, где любое гражданин Российской Федерации может туда поехать. Даже с другой пограничной территорией. А все поселки все на границе, потому что все на побережье. То есть все на побережье. То есть если у тебя нет прописки в Анадыре, то ты не мог без пропуска лететь. То есть тебя просто в самолет не сажали. Либо там летал самолет, заходил офицер и проверял у всех прописку. Если у тебя нет местной прописки, он говорит, давай пропуск от ФСБ, а у тебя если нет пропуска, тебя назад в Москву отправили, либо штраф в Сент-Рубле выписывались. Ну а тебе нужно уж позаботиться, что тебе ФСБ пропуск дали. Потом, когда госуслуги появились, они начали выдавать электронный пропуск, а потом в июне они отменили его вообще только для иностранных граждан, поэтому всякие украинцы, белорусы и прочие, они на Чукотку с трудом попадали, практически очень-очень сложно, чтобы кто-то им пропуск охотился. То есть турфирма, у меня же девушка с Украины была, я думал, до Магадана ехать, либо с Магадана с ней на Чукотку, чтобы три месяца надо было. Я ту фирму пишу, давайте пропуск для девушки с Украины, они говорят, 5 тысяч рублей есть, я говорю, отлично, давайте оформлять, они говорят, а что вы будете делать на Чукотке, мы же за вас отвечать будем. Я им рассказал, думаю, надо честно сказать, я им сказал, они больше не писали. Поэтому надо сказать, я плечу кирек на вертолете, и будут вертолеты перемещаться по Чукотке и все. Мы тогда бы сказали, вас же туда будут ждать в аэропорту Кирека. А мы приехали в Анюсь, когда с Якутией перешли границу, в Анюське нас тут же участковый нашел, наши паспорта проверил, переписал, зарегистрировал. Она с Магаданом прилетела в Москву три месяца, она не поехала, я же без согласного говорю. А он приехал, приехал, он ехал тоже автостопом, просто догнал меня в Магадане, он ехал через западную Якутию. Здесь, кстати, очень интересно, из Мирного до севера Байкала есть дорога. Раньше был только зимний, зимняя дорога, летом ничего не было. А потом начали нефтепровод строить, силы Сибири, все дела. Его же Путин своим решением сдвинул севернее от Байкала. То есть он через Южную Якутию проходит и сюда спускается в Китай, чтобы Байкал теперь не загрязнять. Один из подвигов Кути уже, не знаю. С сивой мысль сдвинул водопровод на 500 км на север. И Транснефть говорит, давайте сделаем дорогу вам до Мирного. Вложитесь немножко, и будет нормальная федеральная трасса. Они говорят, ну мы не хотим, не знаю, сейчас воровать, не сможем деньги отсвоить, короче, и все. И стали вкладываться. И Транснефть просто сделала нефтепровод, а сверху техническую дорогу, так называемая труба. Чтобы обслуживать нефтепровод, нужна техническая дорога, которая закрытая. То есть вот здесь где-то в Керенске пропуск такой, пропускной пуг стоит, то есть на картах этой дороги нет. Но фактически она есть. Там есть пропуск такой, только пропускной контроль. Ты можешь пропуск обойти и потом автоступить на машину. И там эти пять контрольных пропусков, ты просто всех можешь обходить и все. Слушай, ну нельзя подбирать. Ну нельзя, Байкай проехал, и Писагон проехал. А она же получается через Мирный? Да, ну Мирный, через Ленск. А в Сам Мирный можно зайти? Да, конечно. В Ленске тоже можно, все там нормально. Там просто килограмм в пятьсот закрытые трассы. Там тоже такие дикие, и Саши с лужьями ездят. Какой-то якут-охранник там проверял у него что-то вещи немножко смотрел. Нашел Куэр, говорит, это тот самый наркотический чай. Он даже смеялся, нет, я не знаю. Там очень много интересных мест. Вот, кстати, город Удачный тоже, он был таким, его хотели как купольного образца сделать, чтобы люди соединить дома, такими переходами воздушными, чтобы люди тусовались по домам ходили, не выходя на улицу. Типа такая комфортная всегда, чтобы была, а там молодежь начала просто, негде развлекаться, она начала эти переходы, песни играть чуть-чуть, концентрироваться, песни покупать, короче, и там выставка все закрыли. Я слышал то же самое Мингу хотят делать, когда кончится. Он же до сих пор его разрабатывает? Там затопило карьер, там как будто шахт начался разрабатывать. Короче, читал, там хотят, когда кончится, ну, считается, когда уже кончится. Классин. Продолжение следует...